Добрый день, на канале ЭТОН ТВ программа разбор полетов. Я Михаил Горин, мой сегодняшний собеседник Бенни Брискин. Добрый день, Бенни. Добрый день. Я представлю Бенни очень коротко, потому что мы хотим сэкономить время на вопросы и ответы, а он меня поправит. Во всяком случае, информацию, которую я выцарапал, звучит так, что ты родился в 85-м году, прошу прощения, родился в Москве, год называть не будем, а репатриировался в Израиле в 85-м году. Да, это соответствует действительности. Был активистом партии Ликут всегда, занимал должность главы отдела правительственной пресс-службы, был советником Бенни Минтинягу и когда он был главой правительства, и когда он был лидером оппозиции. Последние годы ты живешь в Москве, насколько известно, и работаешь исполнительным директором Российского еврейского конгресса. Все пока точно. Все правильно. Давай мы начнем сразу, как говорится, с места в карьеры. Самые горячие темы, в самом деле, для Израиля это выборы, которые у нас состоятся буквально через день-два. Они неожиданно, израильские выборы связались у меня с Еврейским российским конгрессом, что для меня, в общем-то, странно. Хотя, может быть, ты меня поправишь, это на самом деле нормально. Вот пару дней назад на сайте вашего Российского еврейского конгресса я увидел, ну, я не знаю, обращение, не обращение, будем публикацию, назовем это мнением. Я увидел достаточно пространное мнение президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, которое было посвящено именно израильским выборам. Я даже процитирую его, потому что я записался в несколько цитат. Вот он пишет, цитирую. Российские евреи не могут влиять на выборы израильтян. А далее он заявляет нечто противоположное. Мы не вправе решать, но мы вправе иметь свое мнение и даже его высказывать, и надеяться быть услышанными в Израиле. К черту политкорректность, это заявляет господин Каннер. Обращаемся не к чужим. И вот отбросив эту самую политкорректность, я прошу прощения за тот вопрос, но он связан именно с цитатами господина Каннера. Он говорит, что усиление блока Ликут-Бейтейну прямой интерес русской общины в Израиле. Это интерес и еврейской диаспоры в мире, в России в частности. И, само собой, интерес всего Израиля, как это нетенденциозно звучит в самый канун выборов. Скажи, пожалуйста, вот руководитель, пусть и еврейской, но все-таки российской общественной организации, он может вот так вот, на твой взгляд, категорично высказываться по поводу израильской политики? Не, ну, во-первых, я думаю, что, конечно, может, а почему, собственно, нет? Кто может запретить? Дело в том, что российский еврейский конгресс, это благотворительный фонд, который там существует где-то лет 16, который занимается благотворительностью на территории России, он никак не состоит в подчинении ни у судьи Ликима Рубинштейна, ни у каких-то государственных структур, ни российских, ни израильских, и поэтому мы, работая в российском и еврейском конгрессе, можем говорить все, что мы хотим. На мой взгляд, ничего ненормального в этом нет, наоборот, я, например, всегда приветствую, мне кажется, что это нормальный, хороший, здоровый подход, когда евреи в диаспоре интересуются тем, что происходит в Израиле, даже пытаются вмешиваться в то, что происходит в Израиле, и, не побоимся этого слова, даже пытаются влиять на то, что происходит в Израиле, легитимно это или нелегитимно судить израильтянам, но мне, например, кажется, что эта тенденция очень положительная, потому что мне, как израильтянину, и я временно проживая в Москве, работая в РЭКе, не перестал быть израильтянином, мне это очень приятно, что вот диаспориальный еврей, да, руководитель крупнейшей, одной из крупнейших еврейских организаций в России и в мире, настолько ему, настолько он болеет за Израиль и за израильтян, что он готов, да, вот сбросить. Да, я как раз хотел это отметить, почему я, собственно, зацепился за эту статью, потому что в этой же студии я беседовал с господином Каннером, и по моему личному мнению, он человек далеко не пафосный. Нет. И вдруг это было достаточно, так сказать, взволнованно написано. Нет, он человек не пафосный, он человек достаточно простой, но действительно, он очень, это то, что приятно, это то, что нас связывает, наш, так сказать, тандем в нашей работе, это огромнейший сантимент, что у него есть к Израилю, он вообще поменял, когда он пришел, избрался президентом РЭК, он поменял платформу РЭК и прописал там своими руками, да, что, так сказать, твердо стоим на российской земле лицом к Иерусалиму. Лицом к Иерусалиму это означает, на самом деле, ну так, обтекаемо, но в принципе, это то, что мы фактически декларируем о том, что мы произраильская организация российская, и я не знаю другой организации в России, которая еврейская, которая бы официально фактически заявляла о том, что она произраильская организация. А дальше все остальное, да? Следующий вопрос, чтобы мы могли покончить с темой выборов, которая уже всем отчасти надоела. Вот еще одна цитата из публикации Юрия Каннера. Конечно, из Москвы происходящее в Израиле видится несколько иначе, чем из Иерусалима, Тель-Авива или из Дерота. Вот ты, оставаясь израильтянином, но при этом уже сколько лет живешь в Москве? Пятый год уже. Пятый год. Вот скажи, пожалуйста, что означает эта фраза? Что иначе видится из Москвы в проекции именно израильских выборов, израильской политики? Я вот говорю, мы тут недавно вместе все собирались, да, и говорили об этом в своей компании, и готов это повторить, потому что это не секрет. Интересно то, что вот мне, глядя из Москвы на Израиль, казалось, да, что сильнейшим ходом в этой предвыборной кампании или в преддверии предвыборной кампании было объединение партии Ликут и Исраиль Байтейна. Это был сильнейший, как мне казалось, стратегический ход. Я был в полной уверенности, что эта партия, объединенный список этот наберет огромнейшее количество мандатов. В районе 50, да, потому что это возможность для израильтян пойти по тому пути, за который они, казалось бы, так долго борются. То есть сделать систему более взвешенной, может быть, двухпартийной, трехпартийной, да. То есть это практический шаг к изменению избирательной системы, которую сделали руководители двух партий, между которыми, кстати, много разных кошек пробегало, которые ссорились, которые ругались, которые расходились, и при этом они преодолели собственное эго, преодолели внутри партийные всевозможные проблемы. Мы знаем какие-то проблемы и объединились. Такой шаг должен был, на наш взгляд, привлечь, на мой взгляд, привлечь кучу избирателей. И я смотрю, что в Израиле, к сожалению, но пока что, по крайней мере, на те опросы, которые я мог видеть, этого не происходит или происходит очень убого, да. То есть израильтяне продолжают дробить свои голоса, продолжают голосовать за десятки каких-то непонятных мелких партий, которые потом будут, так сказать, выбивать деньги на какие-то свои мелкие интересы. Правительство опять будет неустойчивым, правительство опять будет подвержено давлению и так далее. И, в общем-то, израильтяне вряд ли чего-то этим добьются. И вот из-за границы видится сильнейший стратегический ход. А приезжаешь в Израиль и обнаруживаешь, что это с точки зрения израильтян, вроде бы это не так. Ужасно странно. А в Москве к этому ходу относились, я имею в виду, российские евреи? Абсолютно. А это все расположительно? Я не могу сказать про российских евреев в целом. Те, с которыми ты общаешься, кто ходит в крупный еврейский конгресс. Но крупный еврейский бизнес, крупные еврейские бизнесмены, те, которые сидят у нас в борде, в президиуме, очень позитивно к этому относились. Более того, я говорил об этом уже, что в принципе российскому крупному бизнесу еврейскому неизвестны политические реалии слишком в большом приближении. Они знают, что есть Нотаньягу, они знают, что есть Либерман, с которыми они хорошо знакомы, которыми они встречаются периодически. И больше они никого не знают. И поэтому для них то, что эти люди объединяются в едином списке, облегчает задачи. Это для них делает Израиль более привлекательным и для инвестиций, и для пожертвований, и для просто большего здесь присутствия. Что, на мой взгляд, очень важно для Израиля, чтобы вот эти вот евреи, преуспевшие, талантливые, богатые, чтобы они здесь, не знаю, покупали квартиры, вкладывали сюда деньги в бизнес или хотя бы жертвовали на благотворительность. И для них вот это как бы в голове все устаканилось. Теперь понятно, вот есть мощная сила, вот есть мощная правящая партия, обеспечит стабильность, обеспечит безопасность. Мы этих людей знаем, мы с ними давно общаемся, и теперь нам будет с ними еще легче. Опять в Израиле похоже, как, по-моему, Нотаньягу говорил, что почему трудно в этой стране быть премьер-министром, потому что здесь 5 миллионов премьер-министров. Да, совершенно верно. И вот это действительно, но с другой стороны, премьер-министры, даже если их 5 миллионов премьер-министров, должны обладать тем, что на еврите называется Сехель. И вот мне иногда обидно, когда в еврейском народе, заседающем, сидящем, проживающем на территории Святой Земли, иногда я просто не могу увидеть этого самого Сехеля. Я просто не могу понять, чего израильтяне хотят добиться. Через день-два мы узнаем результаты, и ты сам сможешь оценить, насколько совпали твои представления с результатом. Да, но вот это к твоему вопросу о том, что оттуда видно из Москвы. Видно из Москвы гениальный, мощный шаг и ход. Приезжаешь сюда, хрясь. Более того, кстати, интересная вещь, что Нафталик Беннетт, о котором так много говорят на этих выборах, я его хорошо знаю, потому что он работал у Нотаньягу. Да, он работал с Нотаньягу. Да, и я помню, как Нафтали мне говорил, мы с ним сидели и разговаривали, он говорит, слушай, давай мы придумаем, как мы этих амбициозных, талантливых людей двоих объединим вместе, Нотаньягу и Либермана. Как это они борются друг с другом, они настолько должны... И вот сейчас, когда это, так сказать, мешала, как говорят на иврите, то есть пожелание, мечта Нафтали осуществилась, он является вдруг альтернативой и оттягивает голоса от этого самого блока. Все меняется. Страшно, да? Страшно. Опять-таки, говорю, посмотрим, как это будет через день вам выглядеть. Опять же, вот внутри, да. Внутри это... Бенни, такой вопрос, не могу его не задать. Скажи, пожалуйста, нет ли противоречия между словосочетанием российско-еврейский конгресс, еврейский и российский? Да нет, ну почему? Есть же европейский еврейский конгресс. Нет, я объясню, что я имею в виду, я приведу простой пример, тоже, как говорится, из свежих, по поводу решения американского суда по библиотеке Шнерсона, который достаточно вызвал большой скандал, как известно. И он еще не закончен. И он еще не закончен, и неизвестно, как аукнется. И мы вот в этой студии сидели с коллегами, обсуждали эту ситуацию. И один из журналистов выразил такое опасение, что жесткая позиция, которую заняла Россия, а она озвучена в ответе министра иностранных дел по этому поводу, по поводу решения американского суда, что будут жесткие адекватные меры. И все мы знаем, как отреагировала Россия на так называемый закон Магнитского, когда она запретила американцам удочерять, усыновлять российских сирот. Да, и вот этот журналист здесь выразил опасение, что вот этот жесткий ответ России может отразиться на еврейских организациях в России, что на них могут отыграться. Насколько он прав в своих опасениях? Я посмотрю на это чуть-чуть с другой стороны. Во-первых, опасения эти, на мой взгляд, оправданы. Почему? Потому что, но не из-за жесткого ответа российского МИДа. Потому что в России часто, и удивительно это даже в МИДе, не всегда понимают, что в Америке существует железная абсолютно система разделения властей, ветвей власти. И что то, что принял... Из ГОСТЭПа туда позвонить нельзя. То, что принял какое-то решение, какой-то отмороженный судья в Вашингтоне, не могут ему позвонить из ГОСТЭПа и сказать, а ну-ка отмени свое решение. Это не может быть. Поэтому эта вот история, она не антироссийская со стороны Америки, она антироссийская со стороны хаббатской общины, со стороны этого самого судьи. И мне дико, на самом деле, думая о евреях американских хаббатниках, да, это хаббатники, которых мы встречаем такие милые люди во всех странах мира, они нас кормят кошерной едой и надевают на нас тфелин, и вдруг они абсолютно не продуманы. Действительно, вот это вот решение, оно может подхлестнуть просто волну антисемитизма. Потому что это получило такой... Между бытового антисемитизма или на государственном уровне? Даже бытового. Не, на государственном уровне я не думаю. Я не думаю, что о Владимире Путине можно говорить много хорошего и много плохого. Но именно в отношении еврейской общины я не думаю, что может быть президент, который более лоялен к евреям России, к еврейской общине и к еврейским организациям, чем Путин. И это, так сказать, нравится это кому-то или не нравится, это так. Это факт, я это знаю, я это вижу. Вот, поэтому вряд ли со стороны власти. Но со стороны общества может быть. А при той ситуации в России, довольно нестабильной, из-за вот оппозиционных всех выступлений и так далее, которые есть, конечно, для власти будет трудно удерживать ситуацию, может стать трудным удерживать ситуацию под контролем, если начнутся серьезные антисемитские выступления. Это, безусловно, это решение судьи, из подачи кого оно было принято, это делать, ну просто какая-то антисемитская карикатура. Вот этот самый еврей с большим носом, да, который там пересчитывает крючковатыми пальцами доллары, да, вот он, значит... Ну, как во всех карикатурах. Да, это просто штюрмер какой-то, причем этот штюрмер предоставлен нам Хаббатом. И вторая вещь, я, кстати, в России успел перед отъездом сюда выступить во многих СМИ, ко мне обратились на эту тему, и я объяснил, что в этой библиотеке, в принципе, ничего сакрального для еврейского народа нет. Есть некая сакральность для хаббатской общины, для Хаббата, для движения Хаббата. Потому что там есть рукописные пометки. Да, и в общем-то считают хаббатники американские, что если они будут владеть этой библиотекой, это некий талисман, значит, с ними будет, не знаю, шахина пребывать там. Но в России есть мощное движение Хаббат, возглавляемое Равином Берлом Лазаром. Я всем порекомендовал обратиться к нему, не к еврейскому конгрессу, мы не сторона в этом конфликте, у меня нету мнения, должна ли эта библиотека остаться в России или переехать в Америку. Просто нету точки зрения, потому что она для меня не является чем-то сакральным. Для хаббатников она является такой сакральной, пусть они это решат внутри хаббатской общины. Пускай уважаемый Равин, главный Равин России, уважаемый еще человек, очень приближенный к власти, Берлазар, пускай он попробует решить этот вопрос компромиссно вместе со своими коллегами из того же самого движения Хаббат. Или я что-то не понимаю. Окей, понятно. У нас осталось пара минут, я хотел бы задать последний вопрос. Я знаю, что Российский Еврейский Конгресс до сих пор, до недавних, скажем, до года два назад, так мне рассказывал сам господин Каннер, занимался преимущественно еврейской жизнью внутри страны, внутри России имеется в виду. Сейчас, я знаю, вы занимаетесь и в Израиле какими-то благотворительными проектами. Что ты можешь рассказать по этому поводу? Значит, ну, во-первых, Российский Еврейский Конгресс, российский Еврейский Конгресс, поэтому он занимается традиционной благотворительностью, то есть собирает и раздает деньги действительно на благотворительные нужды. То есть старики, дети, помощь образованию, культуре и так далее и тому подобное. Вот. Ну, поскольку, когда Юрий Конгресс пришел на должность президента, а затем еще я присоединился, когда он мне предложил на должность директора этой организации, у нас было полное, да, как говорят на еврейте, тмимут деим в том смысле, что крупная еврейская организация не может себя позиционировать абсолютно остраненно от Израиля, потому что Израиль это некий центр, который куда ни посмотри, он, в общем, вокруг себя притягивает к себе и генерирует, и он является консенсусом для большинства евреев России и, я надеюсь, мира тоже. И поэтому нельзя отмахиваться от израильских проектов, и поэтому мы начали этим ими заниматься. Сегодня я был в Бершеве, мы собрали первую сумму денег для защиты от обстрелов детских садов, есть русские детские садики, русские еврейские детские Я понимаю, русские в кавычках. Да, русские в кавычках, там, кстати, хорошо говорят по-русски, я говорю, дай бог, чтобы в еврейских школах Москвы так говорили на иврите, как говорят по-русски, да, в этом садике, и он не защищен, там нет бомбоубежища, да. И не дай бог, чтобы это бомбоубежище когда-то понадобилось, но сделать его все-таки надо. Я думаю, что это наш долг. У них уже есть немножко денег, они достали, и мы, я сегодня съездил, пообщался с детишками, пофотографировался с ними, но и кроме того, да, так сказать, фактически сообщил им о том, что им мы передаем первую сумму, 100 тысяч шекелей, в фонд вот этого вот самого бомбоубежища. И вторая тема, это я говорю, что к нам присоединился человек, который хочет заниматься помощью пострадавшим от террористических акций. Вот, мы ему, конечно, сказали, что мы тогда должны будем немножко все-таки тратить из этого подфонда и в России, да, мы были недавно на Северном Кавказе, в Беслане, страшнейшая история, и надо ее поддерживать, и там поддерживать людей тоже, и здесь мы тоже будем выделять деньги на истории, на случаи, которые государство не в состоянии профинансировать или покрыть, и которые можно решить, да, и, к сожалению, таких историй очень много. Только когда я обратился в нашу дружественную мэрию Натании, например, десяток случаев людей, пострадавших в теракте и переносящих страшное... Которым государство по тем или иным причинам помочь не может. Государство помогает им, но оно не в состоянии покрыть все их нужды и какие-то определенные вещи, да, то же самое, причем это не только русскоязычная история, да, здесь мы будем помогать без разницы русскоязычия или нерусскоязычия, да, главное, чтобы помочь точечно, чтобы деньги пришли напрямую, не оседая ни в каких других учреждениях, прямо пришли на помощь конкретного человеку. Ну да, как это в случае с детским садиком было сейчас. Да, и первый случай, кстати, это человек, пострадавший в дольфинариуме печально известном, да, и там очень трудная история, и я надеюсь, что мы сумеем полностью решить вопрос этого человека, то, что государство просто не в состоянии покрыть. Дай бог. Бенни Брискин, исполнительный директор Российского Еврейского Конгресса. Большое спасибо за беседу и надеюсь, что мы встречаемся не последний раз. Спасибо, и приятно было повидаться вновь. Взаимно. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин